К поздравлениям Федора Степановича присоединяются все герои наших теле- и радиопрограмм, а их без малого весь округ. Молока стало больше. В Ненецком округе подсчитали валовый удой молока за первое полугодие. Перед веками производства стали Ненецкая агропромышленная компания «СПК Харп». Средним на одну корову на этих предприятиях пришлось по 2600 килограмм молока. По окружным хозяйствам средний удой на одну корову увеличился на 8%. В абсолютных цифрах это составляет 15 513 центнеров, что на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В Департаменте природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса такую динамику связывают с дополнительными мерами поддержки сельхозтоваропроизводителей в регионе, которые в свою очередь стимулируют предприятия работать на повышение объемов производимой продукции. Это подтверждает и директор Ненецкой агропромышленной компании Анатолий Чудочин. Много факторов. Кормление, отношение людей к работе лучше, заинтересованность лучше, потому что мы получаем большую дотацию с окружного бюджета, а смогли повысить заработную плату для работников. Благодаря переходу на новый механизм поддержки сельхозпроизводителей, молочная отрасль Ненецкого округа в минувшем году впервые получила прибыль, а поголовье крупного рогатого скота в округе стабилизировалось, составляет в настоящий момент 1505 голов. Чтобы выйти на полное обеспечение потребностей округа в молоке и молочной продукции, поголовье коров должно быть в три раза больше. Несмотря на это, дефицита молока в округе нет. Более того, по контракту, заключенному между Департаментом здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого округа и открытым акционерным обществом ВИТО, дети, не посещающие детские сады, получают молоко и кисломолочные продукты бесплатно. Рецепт выписывает педиатр, а родители ребенка получают молоко в магазинах ВИТО. За шесть месяцев этого года по контракту для детей отпущено кефир, обогащенного бифидобактериями «Бифидок» 22,2 тонны, молока пастеризованного 31,5 тонны.